В музее русской иконы в Москве продолжается выставка болгарских художников-иконописцев Димчо и Антоний Димчевский. Там можно увидеть образы Христа Вседержителя, Богородицы, святых царей Константина и Елены. Иконы в современном исполнении, однако авторы работают в традиционном византийском стиле и все образы пишут вместе. Мероприятие организовал благотворительный фонд имени Алисы Крыловой. Подробности у Екатерины Ходосевич. Собственную студию Димчо и Антоний открыли в 1984 году. И с того момента возвращают к жизни старинные технологии иконописи – граноре, гратаре и синайскую позолоту. В своей работе используют золото, серебро, жемчуг и полудрагоценные камни. Самым важным авторы считают не технику и время написания образа, а честность по отношению к иконе и людям, которые ее увидят. Самое главное, чтобы икона стала преемником этой благодати, которую получают люди, когда молятся. Чтобы икона осветилась слезами. Выставка современных иконописцев в Музее русской иконы, где собраны древние произведения, проходит впервые. Это особый случай, но, скорее всего, не последний. Первый опыт показал, что к этому большой интерес. Я думаю, что мы и дальше будем продолжать организовывать в стенах нашего музея выставки современных иконописцев, или, может быть, даже целых мастерских. Я уверен, что из любого доброго, чистого дела всегда получится хорошее, настоящее, большое будущее. Поэтому здесь вот именно этот случай. Выставка уже объехала весь мир. В Москве ее впервые представили в 2013-м. И после этого иконы так и остались в России. Некоторые из них повредились за время хранения. Но Димча не реставрирует свои работы. Если они треснули, то так и должно быть. Димчу молодец, что он сохраняет традиции, потому что очень много икон утеряно, и их невозможно восстановить, потому что их просто нет. Благодаря таким вот, как Димчу, мы сохраняем историю. И сейчас, да, это современное считается искусство, несмотря на то, что это древние иконы. И когда-то они станут также древними. Выставленные образы вскоре будут представлены на благотворительном аукционе фонда Алисы Крыловой. Он пройдет 11 декабря. До этого момента у москвичей есть уникальная возможность увидеть их в музее русской иконы.